В отношении руководства Север-Жилкомсервиса будет проведена служебная проверка. Такое поручение дал глава региона Александр Цибульский по итогам поездки на зимний Коткино-Харьяга на строительство и содержание трассы в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с округом компаниями-недропользователями в ноябре прошлого года было выделено 8,5 миллионов рублей. По данным муниципального предприятия Север-Жилкомсервис, который значится как исполнитель работ, 15 марта зимняя дорога была обустроена и на сегодняшний день эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. Ну а как ситуация выглядит на самом деле, расскажет Мария Владимирова. Брать штурмом, откапывать лопатами, вытаскивать при помощи снегоходов. На 10-м километре зимника село Коткино, поселок Харьяга в республике Коми непреодолимые снежные заносы. Это в реальности. В отчетах Север-Жилкомсервиса, который является исполнительным работ по обустройству зимника, информация звучит куда оптимистичнее. 15 марта зимняя дорога была обустроена и на сегодняшний день эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. Это не зимняя. Это просто дорога, во-первых, которая у нас расчистила, которая у нас расчистила, а во-вторых, которая сейчас перед нашим приездом тракторами немножко почистила. Это не зимняя. Мы догнали трактора. Здесь, по сути, кроме вешек, больше ничего не начиналось. Ну, не знаю, вешки, напоминать не обходы. Может, раз, что аналогичная дорога в Коми, там, 100 километров, содержится за 4,5 миллиона. Мы за 10 миллионов не можем... Нет, раз. Протяженность трассы 63 километра. На ее строительство и содержание нефтяниками в рамках соглашения о социально-экономическом развитии с округом была выделена 8,5 миллионов рублей. Власти регионы приняли соответствующее решение в прошлом году для доставки в село продуктов и стройматериалов и для того, чтобы у жителей села была возможность иметь постоянный доступ к дорожной сети соседнего региона зимой. Средства на объект были перечислены в Заполярный район в ноябре прошлого года. Исполнителем работ определен Севержилкомсервис, субподрядчиком СПК РК СУЛА. В этом году первый раз, как говорится, делаем зимний... Ну, сделали практически, сейчас содержим. Ну, видите, погода какая-то, говорится. В субботу-то вообще было... Глаз открыть невозможно, поэтому подзамело. Ну, что, сегодня они 9 километров проехали, там, на повороте через речку залепли. Ну, а так, сегодня трактора опять ушли, но завтра снова дальше пойдут. Так что, держим. Для того, чтобы выбраться с зимника и добраться обратно в село, потребовалось более часа. По итогам поездки глава региона провел в администрации муниципального образования совещание. На нем представители профильного окружного ведомства также подтвердили неудовлетворительное состояние дороги и рассказали о технологии устройства зимника. Вот, если мы говорим о постоянной зимней дороге, то, помимо того, что должен быть настеленный снежный мастер, он обязательно должен быть пролит. Во-вторых, должны быть обязательно выполнены карманы для разъезда, которые создают посыпаться на зимнике. Это буквально, ну, на расстоянии 100 метров должен быть карман, чтобы машина не разъехала. Потому что, если бы нам сегодня на встречу попалась бы машина, то стали бы намного раньше. В итоге губернатор поручил администрации Заполярного района в течение двух недель провести служебную проверку в отношении руководителя Севержилкомсервиса Сергея Калашникова. Также он предложил подключиться к данной проверке прокуратуру Ненецкого округа в части эффективности расходования средств, предусмотренных на строительство и содержание зимника. Вот мы сейчас с вами либо поймали тот момент, пока не подписаны акты, либо акты уже подписаны, что тогда усугубляет ситуацию. И тогда я вам заявляю откровенно, что в моем понимании, как обывателя произошло, работа не выполнена, деньги освоены, ну, дальше квалификацию этому уже могут дать профессионалы. Значит, если это подтвердится, то предложение, соответственно, по дисциплинарному или иному наказанию руководителя Севержилкомсервиса, и, ну, наверное, в данном случае по Севержилкомсервису. Две недели, наверное, да. Через две недели я хочу понимать, что у нас здесь произошло.